Приветствую вас и очень легко в том, что вы спрашиваете, перейти на какие-то объективные стороны, на какие-то внешние моменты, на какие-то предметные моменты, ну а тем самым упустить известок в суд. В начале своего вопроса вы спрашиваете о том, что с вами не так, и просите указать на это, что с вами не так, если таковое найдется. Я думаю, что если одним словом условно назвать то, что с вами происходит, это понимание через практику, через непосредственное занятие тем, что вы делаете, вот у вас два вида деятельности. Через занятие своими деятельностями понимание того, что вам нравится, а что нет. Ребятам говорят, что все подстанется сравнением, а все подстанется лишь только в контексте другого. И вот когда вы первый раз работали воспитателем полгода, вспомните, какая была работа тогда. Ну, наверное, тогда вам попали дети спокойнее. А в связи вам попали дети более активные, более такие непослушные, более своевольные. То есть, как вы, наверное, понимаете, все зависит от группы. В какой-то группе спокойные дети, в какой-то нет. И получается так, что когда вы работали в первый раз в воспитателе, условия вас устраивали, и вы чувствовали себя в них вроде бы как хорошо. А второй раз, когда вы устроились воспитателем, вы поняли, что к каким-то определенным условиям своей работы вы не готовы. Почему? Потому что она, требования, превышают ваши средства, которые у вас есть, превышают ваши возможности, ваши способности. И, знаете, я, конечно, могу ошибаться, но воспитатель – это та работа, где без души, без любви, с механистическим подходом нельзя многого добиться. Вам нужно любить детей, детей любить любых, безусловно. И не разрастется, конечно же, когда они так себя ведут. Потому что вы правильно заметили, семьи бывают разными, и дети в них тоже разные. Но так получается, что вам очень тяжело. Это значит, что работа вам не подходит. Такое бывает. И я думаю, что если вы просто немножечко обострите конфликт в данном случае. Вот, предположим, вы продолжаете работать, предположим, что вы все равно остаетесь воспитателем, вам это не нравится, вы вся на нервах, и рано или поздно вы не выдерживаете, и, допустим, срываетесь на ком-то из детей. Ребенок, естественно, плачет, жалуется, родители предъявляют вам справедливые претензии, по их мнению. Вы понимаете, что формально вы виноваты в том, что произошло. Почему? Ну, потому что... Был факт срыва. Ребенок был. И... Вам, да, из-за этого придется отвечать. И... Неважно, какая семья у ребенка. Но, скорее всего, родители не упустят возможности нажить на вас за счет своего ребенка. Тем более, что... Эээ... Тут ваша вина будет достаточно очевидна. И вот, чтобы этого всего не было, чтобы таких ситуаций не было, а она возможна, если вы будете продолжать действовать в том ключе, в каком вы действуете сейчас, вам и нужно уходить. Потому что... Ну, нельзя работать с людьми, а работать с людьми, это даже работать с людьми, по сути, если не сказать, что вы более ответственное и тяжелое. То есть, если этих самых людей не любишь и не ценишь и не понимаешь. Как сказать преподаватель... Ну, как сказать заведующих? Сказать можно все, что угодно, начиная от того, что вы говорите правду и заканчивая сочиненной историей, если не уверены, что она вас поймёт. То есть, здесь всё зависит от ваших предпочтений. Вот как вот... Как вы воспринимаете это заведующих, так вам и нужно с ней разговаривать. Если вы говорите, что она достаточно добросылательный человек, ну, значит, тогда, я думаю, совершенно нормально будет, если вы ей скажете правду. Ну, добросылательные люди, они вообще поймут. Класс. Но не нужно делать главного. Не нужно винить себя за то, что вы ищете. Ищите своё призвание. Вы чем-то занимались, вам не понравилось, пришли на новую работу, ощутили, что это наша действительно антипатия, и поняли теперь, что предыдущая работа гораздо лучше. Именно так. В сравнении, в попытках, человек и понимает, что ему важно, что ему подходит. Пока не попробуешь, не узнаешь. К сожалению, к сожалению, по-другому нет возможности узнать, в чем же нам наиболее полно себя реализовывать. Что же нам лучше всего подходит. На этом, пожалуй, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.